О главных событиях пятницы к этому часу говорим далее на Фридом. Это наше время. Здравствуйте. 144 боевых столкновения зафиксировано за прошедшие сутки на фронте. По данным Генштаба ВСУ, по-прежнему самая сложная ситуация на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 41 российскую атаку. Также противник активно наступал на Торецком и Кураховском участках. Безуспешно захватчики пытались прорвать украинскую оборону на Купенском, Лиманском, Северском и Приднепровском направлениях. В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить путинским войскам ощутимые потери. В частности, на юге украинские воины уничтожили российский град и еще несколько единиц вражеской техники. Это утро началось для оккупантов на левобережье Херсонской области нищая ни с кофе, а с дыма и пламени, поскольку была уничтожена их реактивная система залпового огня «Град» в районе села Радинск. Общие же потери россиян по всей нашей операционной зоне с начала этих суток уже составляют 25 человек убитыми и ранеными. Вооружение и военные техники минус 10 единиц. Среди них этот же «Град». Дмитрий Лиховей, спикер оперативно-стратегической группировки «Войск Таврия». В эфире марафона Едыни Новыны. Украинские морские дроны «Магура» за полтора года поразили около двух десятков судов России. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в интервью «Дойчевеле». Ведомсти также подчеркнули, что Черноморский флот России во временно оккупированном Крыму уже практически парализован. Мы не гнались за тем, чтобы, например, поразить или уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем. Атаковали стаи и наносили по пять и больше ударов по большим кораблям. В результате они получали критические повреждения. Сейчас Черноморский флот России в Крыму фактически капитулировал. Все самое современное необходимое Россия уже вывела из Севастополя. Они парализованы. Этот флот сейчас просто ест деньги из бюджета России, хотя свои функции выполнять не может. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 596 тысяч человек. Из них за минувшие сутки было ликвидировано 1330 российских солдат. Также уничтожены 12 танков, 35 бронемашин, 59 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники противника. Российские добровольцы Легиона Свобода России обратились к солдатам армии РФ. Они призвали их сдаваться в плен и не выполнять приказы своего руководства. Соответствующее заявление опубликовано на телеграм-странице Легиона. Призываем всех военнослужащих вооруженных сил РФ добровольно сдаваться в плен в СУ, как это сделали ваши товарищи. Для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России, остается железная опция присоединиться к Легиону. Мы готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обернуть оружие на Кремль. История учит, что когда народ теряет веру в так называемых правителей, он выбирает свободу. И кажется, этот момент уже настал. Из заявления Легиона Свобода России в Телеграм. Украина создала военную комендатуру в суд же Курской области России, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На контролируемой ВСУ территории Киев также формирует зону безопасности. Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что это позволит международным организациям мониторить ситуацию и поможет в эвакуации гражданских лиц. Никита Скобликов расскажет больше. С начала украинской операции в Курской области, по словам президента Украины Владимира Зеленского, сотни российских военных сдались в плен ВСУ. В их числе так называемые кадыровцы, а также срочники. Официально Москва об этом не говорит. Эксперты отмечают, что это неудивительно, ведь для РФ потери срочников особенно болезненны, учитывая, что Путин обещал не отправлять их в зону боевых действий. Путин обманывает, говоря о том, что никто не должен, не должны срочники оказываться на линии фронта. А каким образом они тогда оказываются в плену? Каким образом они тогда погибают? Находясь где-то в глубоком тылу, как он может оказаться в плену? А таких пленных срочников уже достаточное количество. Так что Путин врет всякий раз, когда открывает рот, в том числе и по поводу срочников. Помимо увеличения количества российских военнопленных, ВСУ также расширяют зону влияния в Курской области. Для контроля над территориями создали военную комендатуру. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что ее возглавил генерал Москалев. Для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ, в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры. Дмитрий Лубенец. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В эфире телемарафона Едыни Новыны. Киев также решил создать и безопасную зону на подконтрольных территориях Курской области. Как отметила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, это позволит международным организациям мониторить ситуацию в регионе и поможет в эвакуации местных как в Россию, так и в Украину. Также Минреинтеграции открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же эвакуация в Украину. Оставить заявку можно, позвонив или написав на указанный номер, а также отправив сообщение на соответствующий электронный адрес. Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону России такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало. Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В Телеграм. Нам эти люди не чужие. В любом случае гуманитарная составляющая с нашей стороны. Мы придерживаемся всех правил поведения во время войны. Придерживаемся всех конвенций, которые должны выполняться даже во время войны. И это видит весь мир. И это очень хорошая работа и наших информационщиков в том числе, ну и, конечно же, в первую очередь наших военных. Операция ВСУ в Курской области нацелена не на захват территорий, а на защиту приграничных украинских областей и жизни местных. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что силы обороны строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права. И к другим актуальным темам дня. В Черноморские порты Украины за год работы морского коридора зашло 2300 судов. Грузоборот уже превысил 64 миллиона тонн. Таким образом, Украина вышла на довоенные показатели экспорта, сообщил премьер-министр Дениш Мегаль. Все это оказало положительное влияние на различные отрасли нашей экономики и на экономику в целом. Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии этого года. Благодарны всем, кто обеспечил эту важную победу. Благодарны нашим аграриям, которые в сложных условиях продолжают сеять и собирать урожай, чтобы накормить Украину и мир. С первого дня своего вторжения Россия делала все, чтобы украинские порты на Черном море были заблокированы. Таким образом, враг давил на экономику Украины и одновременно давил на наших союзников, создавая угрозы для мировой продовольственной безопасности. Именно поэтому одной из самых больших побед для Украины в прошлом году стало открытие украинского морского коридора. И вот прошел ровно год. Российские оккупанты уничтожили уникальную школу в Антоновке Херсонской области. Она была первой зеленой школой в Украине и единственной в регионе. Россияне обстреляли учебное заведение дважды за день и нанесли непоправимый ущерб, сообщил глава Херсонской городской военной администрации. Учебное заведение, возведенное с помощью правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Это было незаурядное событие для всей Украины. Зеленую школу построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха, рекуперации, установленная на потолке. Внутри помещения никаких труб и батарей. Тепло обеспечивали солнечные батареи, расположенные на крыше. В результате второй вражеской атаки школа сгорела дотла. Роман Мрачко, глава Херсонской городской военной администрации. Посол Германии в Киеве Мартин Йегер отреагировал на внесение Верховную Раду пакета законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. В соцсети ИКС он написал, «Тот факт, что Украина становится членом МУСа, является важным шагом на пути привлечения России к ответственности за ее военные преступления». Напомню, накануне президент Владимир Зеленский внес Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Приморский край России остался без света. Несколько городов просто обесточены. Местные жители жалуются не только на отсутствие электричества, но и на проблемы с мобильной связью и интернетом. Например, во Владивостоке остановились электрички и не работают банкоматы, а также светофоры. Власти региона заявили, что отключение света якобы произошло из-за масштабной аварии в генерации. А в региональном Минэнерго объявили, что была проведена, по их словам, плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Россия готовится к подорожанию продуктов. Производители, работающие с российскими рейтеллерами, уже сообщили, что закупочные цены на товары вырастут до 40%. Причина – подорожание сырья и логистические сложности. Рост цен – последствия инфляции на фоне падающей экономики России. Насколько опустеют кошельки россиян, расскажут наши корреспонденты. Подорожание продуктов в федерации происходит в среднем каждые полгода. Больше всего в ближайшее время подорожают шоколад и кондитерские изделия. К примеру, один из производителей шоколада предупреждает, что отпускные цены на ассортимент «Экстра какао» вырастут с 1 сентября на 40%. Производители продуктов уведомили торговые сети о планируемом повышении закупочных цен на 5-40%. Свои письма в торговые сети направили в частности производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков. Из статьи издания «Новая газета Европа». Россияне уже чувствуют, как опустошаются их кошельки. В июле цены на продукты выросли на 0,3%. К июню сахар подорожал на 1,6%, сообщил Росстат. С начала года продукты подорожали на 4%. Эти показатели не учитывают динамику цен на алкогольную продукцию. Цены на алкогольные напитки в июле по сравнению с июнем поднялись на 1%. С начала года на 5,2%. В июле по сравнению с июнем больше всего подорожали крепленые вина на 1,2%. Цены на коньяк и шампанское повысились на 1,1%. Водку на 1%. Столовые вина и пиво на 0,9%. Росстат также отмечает рост цен на соль, манную крупу, минеральную воду, шоколад, говядину, баранину, мясо индейки, пшеничную муку, пшено, овсяную и перловую крупы, вермишель, мед и другую продукцию. Из публикации агентства «Интерфакс». В российском Центробанке заявляют о перегреве экономики страны. Эксперты считают, что это происходит вследствие огромных инвестиций в ВПК и, по сути, стагнации остальных ее отраслей. Бороться с перегревом и растущей инфляцией власть пытается повышением учетной ставки. 26 июля Центробанк России повысил ее до 18%. Несмотря на это, инфляция продолжает расти. По мнению экономистов, это происходит из-за того, что на фоне падения поступлений в бюджет власть включила печатный станок. Инфляционные процессы растут. Ну, скажем, например, есть разные расчеты. Если взять, скажем, расчеты этих же самых независимых аналитиков в Российской Федерации, то до конца года они ожидают инфляции примерно на уровне где-то так 8, где-то примерно на уровне 6-7%. Это, в принципе, совпадает с теми расчетами, которые имеет Российский Центральный Банк. Для Путина и для тех людей, которые стоят вокруг него, так сказать, главное сегодня это военно-политические задачи. Ну, а экономика, так сказать, с их точки зрения, да, это нечто, что выступает определенным, так сказать, ресурсом. Из-за санкций российским компаниям становится все сложнее закупать оборудование для модернизации, а также взаимодействовать с иностранными контрагентами. Центробанк России прогнозирует, что за следующие три года импорт снизится от 1 до 3%, сообщает The Moscow Times. Власти все еще надеются преодолеть трудности с оплатой импорта, но уже не рассчитывают на восстановление его доли в ВВП до довоенных уровней. Это усложняет жизнь бизнесу и бьет по инвестициям. После провала в 2022 году импорт в 2023 году составил 19,5%. Казалось, что мы возвращаемся к привычным уровням, но по итогам этого года прогнозируется примерно 17%. ВВП быстро растет, а импорт сжался. Из статьи издания The Moscow Times. В любом случае, довоенного уровня российской экономики уже не достичь. Тем более, что банковская система трещит по швам. Последний крупный иностранный банк в России закрывает россиянам вывод валюты за границу. Со 2 сентября жители федерации не смогут осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц. Также не будет доступна услуга корпоративного кредитования. Ограничение было введено в связи с предписанием Европейского центра. Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М накануне потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности и отметили, что борт выполнял плановый полет. Работы на месте крушения продолжались всю ночь, заявил губернатор Иркутской области. Предварительной причиной аварии российские власти называют техническую неисправность. Четырем пилотам удалось катапультироваться, однако один погиб. Отмечу, что самолеты Ту-22 активно используются РФ для атак по территории Украины. Они оснащены крылатыми ракетами Х-22. РФ для атак по территории Украины. Разбирать на детали законсервированные и нелетающие борта, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии те, которые еще в состоянии подняться в небо. Что касается количества у военно-космических сил Российской Федерации Ту-22М3, то речь, согласно оценкам, изложенным в Military Balance, идет примерно о 57 машинах на бумаге по состоянию на середину 2023 года. Они эксплуатируются 200-м, 52-м тяжелыми и 40-м смешанным авиаполками с базовыми аэродромами «Белая», «Шайковка» и «Оленья». Кроме того, крайне важно, что в Российской Федерации на модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить лишь до 30 самолетов. И именно эту цифру можно считать опорной. А уже от нее можно вычесть минимум две потерянные машины, а также часть поврежденных. Но в реальности гораздо больше, потому что далеко не все российские Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии. В частности, использование этих машин, которое было довольно активным на уровне 2022 года, сейчас свелось только к отдельным эпизодам. Из публикации Defense Express. Напомню, один из бомбардировщиков Ту-22 был сбит в апреле 2024 года в небе над Ставропольским краем. По словам руководителя Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова, самолет поразили на расстоянии 300 километров. Неделю была, скажем так, сама засада. Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж. Для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, в интервью украинской службе BBC. Всего же, по данным Генерального штаба ВСУ, начиная с 24 февраля 2022 года, украинские защитники уничтожили или повредили 367 российских военных самолетов. Общее положение дел с боевой авиацией Российской Федерации на третий год войны. Мы обсудим с гостем, специалистом, с нами на связи авиационный эксперт Константин Криволаб. Добрый день, приветствую вас в эфире «Фридом». Приветствую. Вот давайте сначала обсудим катастрофу Ту-22 в Иркутской области. Расскажите, что это за самолет, какие задачи он выполняет и насколько болезненно для российской армии потеря подобного типа авиации, а также сколько вообще самих Ту-22 уже потеряла Российская Федерация. Самолет этот уже достаточно старый. Первая его версия, то есть Ту-22, который был создан в конце 70-х, и тот, который сейчас, Ту-22М3, о котором мы говорим, это фактически разные самолеты, потому что силовая схема самолета была изменена из-за того, что были перенесены двигатели. Они принципиально по-разному расположены. Но вот этот Ту-22М3, вот эта версия, которая сейчас разбилась, они прекратили выпуск в 92-м году. А вообще концептуально этот самолет, ну скажем так, конца 60-х, начала 70-х годов, он вообще вошел в историю авиации, потому что впервые по отношению к этому самолету был использован термин «стратегический ракетоносец». Ну, до этого было там все что угодно, бомбардировщик, бомбардировщик дальней авиации, а это «стратегический авианосец». И основная задача этого «стратегического авианосца» была в том, чтобы таскать ракету Ха-22, снаряженную ядерной боевой частью, и уничтожать с помощью этой ракеты крупные соединения, крупные корабельные соединения, крупные корабельные ордера. И его называли «уничтожитель авианосца». Ну, предполагалось, что он куда-то там, у него дальность была ограничена где-то там 3000 километров, сначала было вообще две, потом сделали три после замены двигателей. И фактически его задача была куда-то прилететь, пустить эту ядерную ракету, она куда-то прилетает, с точностью там плюс-минус 600 метров попадает возле этого и авианосца, все электронное оборудование выходит из строя, взрывной волной смывает, сбрасывает все, что можно там с палуб, уничтожает там, инициирует там боезаряд. Ну, в общем, короче, приводит к какой-то большой катастрофе. Уничтожитель авианосца. Слава богу, никогда его не использовали, слава богу, он ни разу себя не проявил, но потом решили использовать его в качестве носителя ракеты Ха-22, всунули туда боевую часть в размере практически одна тонна, там где-то 980 килограмм, по-моему, всунули практически тонну взрывчатки и решили, что теперь у них такая вот серьезная террористическая болванка в руках имеется. И это действительно оружие исключительно террористическое, потому что его нельзя воспользовать для поражения военных целей, его можно использовать исключительно для того, чтобы разрушать мирные градары, угрожать мирным жителям, уничтожать этих мирных жителей. И это хороший показатель этому, вот эта история, когда ракета Ха-22 абсолютно точно уничтожила полностью весь подъезд в Днепропетровск, в Днепре, вернее. Этих самолетов было выпущено около 500 штук, и они были на вооружении только Советского Союза, России и Украины. Украина свои самолеты в соответствии с доктринами утилизировала, находятся такие какие-то неподтвержденные, как по мне, по документам слухи о том, что часть Ха-22 М3 была передана России. Далее, по состоянию на 22-й год, Military Balance указала, что этих машин было по бухгалтерскому учету в России 60. Но учитывая реальное состояние дела, учитывая те боевые части, в которых эти самолеты находились, считая, калькулируя по разным источникам, по разным данным, по разным результатам всяких там информационных источников, я считаю, что оценка, которую дал ГУР, где-то месяца два или три тому назад, Буданов заявил, что этих машин осталось 27, она где-то совпадает с теми расчетами, которые проводил я, и я считаю, что эта оценка абсолютно корректна. Может быть, там какая-то ошибка, там 2, 3, 4 самолета в одну либо в другую сторону, но для таких вещей это, в общем-то, нормальная практика. Эти самолеты дорабатывают свой уже ресурс, двигатели НК-25 давным-давно не выпускаются, как и самолеты, и та катастрофа, которая сейчас произошла там возле Иркутска, она, по всей видимости, связана все-таки с проблемами двигателя, потому что там и пожар двигателя, и чем этот пожар мог быть вызван, есть несколько разных версий, начиная от топлива, которое там, этот самолет там в том числе тоже требует заправки топливом Т-6, потому что он летает, может выходить на сверхуковые режимы, летает долго, топливо может перегреваться, и поэтому там надо это топливо термостабилизированное Т-6. С топливом проблема, потому что раньше это топливо выпускалось с Ангарским нефтьоргсинтезом, прекратило там его производство, и в основном это топливо для российской военной авиации выпускал завод Орскнефтьоргсинтез. Но с апреля он прекратил свою деятельность, потому что там у них все плавало вместе с этими установками, вместе со всеми там жителями, работниками и прочее, прочее. Насколько известно, завод этот до сих пор не восстановился, поэтому в основном сейчас этот вид топлива россияне получают от Белоруссии. И, судя по всему, дефицит там наблюдается. Тем более, как в Саваслейке уничтожили этот склад, склад ГСМ, то его стало еще меньше. Вот как раз, чтобы не смогли заправлять эти самолеты, и вообще, чтобы они даже не смогли взлетать, вооруженные силы Украины наносят удары в последнее время очень активно по военным аэродромам и нефтеперерабатывающим заводам. Вот недавно заявили вооруженных сил, подтвердили, точнее, что четыре военных аэродрома в Российской Федерации были атакованы в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. Вот расскажите, какие самолеты там базировались, да, и вот насколько вообще атаки вооруженных сил Украины влияют на возможности российской авиации выполнять свои функции? На территории Российской Федерации, но за исключением, не говоря уже о Курской операции, у нас есть как бы три основные группы целей. Это нефтеперерабатывающие комбинаты и заводы, это вся инфраструктура нефтегазового комплекса, это все аэродромы, на которых летает авиация, которая работает против Украины, и это все устройства, все средства ПВО и радиотехнические войска, РЭП в том числе. Что здесь, можно сказать, что начиная где-то с середины июля активность работы по аэродромам российским у нас резко увеличилась. Мы помним, там атаки были, значит, там 20 июля, там, по-моему, Миллерово, потом там был Морозовск, Морозовск там в этом году уже, по-моему, три или четыре раза там били, пока не уничтожили там мотосклады, похоже, там еще какие-то самолетики попались. Потом у нас была очень мощная, я не говорю там про Томилино, когда там два вертолета было уничтожено, я не говорю там про Кряж в Сариатовской области, когда там один вертолет был уничтожен. Я так, о крупных. Крупная потом практически одновременная атака по самолетам, местам базирования самолетов стратегической авиации, там, где стоят Ту-22, М-3, вот и в том числе, Ту-95 МС, Ту-160, это Оленья, это Дягилева и Энгельс-2. Энгельс-2 как основная база, где происходят регламентные работы и снаряжение самолетов Ту-95 ракетами ХАЗ-101, которые там используются в основном для того, чтобы уничтожать что-то на нашей территории. Далее. Эти самолеты были подняты в воздух, там удалось поразить только Валеньей один или два, один там уничтожить вроде бы, а два еще повредить Валеньей Ту-22, М-3. И все остальные собрались и таким большим клином прилетели аэродром в Советский возле Воркуты, 2,5 тысячи километров от границы с Украиной, 3,5 тысячи от Каспия. Туда они прилетели, и там они какое-то время приходили с себя. Потом начали постепенно эти самолеты возвращать на старые аэродромы. Так вот, последняя крайняя атака, которая сейчас была, она была нанесена по аэродромам, скажем так, тактической авиации, перспективным аэродромам тактической авиации, и по аэродрому Саваслейка, который является аэродромом, как раз где базируются вот эти вот самолеты Ту-22, М-3. Что такое Саваслейка? Саваслейка – это наиболее крупный хаб по обслуживанию, по работе с самолетами класса Ту-22, ну то есть Ту-22 все подряд и до М-3. И это филиал Липецкого 4-го центра подготовки авиационных летчиков и всего остального. И Липецк тоже был нами поражен. И в Липецке, если помним, там был уничтожен склад, как минимум там было 700 авиационных ракет и бомб. А вообще на этом аэродроме, так как он в рейтинге российских испытательных и доводочных, и вообще пафосных аэродромов, он находится там, скажем, на втором месте. На первом месте – это основной хаб авиационный российский, это поселок Жуковский, так называемый, где расположен и летно-испытательный институт, и ЦАГИ, и куча космических предприятий, и все конструкторские КБ, которые были в Советском Союзе, кроме фирмы Антонова, там тоже присутствуют. Большая испытательная база, ну и так далее. Большое кладбище летчиков в том числе. Далее, этот завод, вернее не завод, а база в Липецк-2, это вот она номер 2, когда уже испытали все и довели, и передали самолеты для использования Министерством обороны, вот тогда начинается обучение летчиков, там линейных отрядов, эскадрильей полетом на конкретных самолетах. И в момент удара по Липецку, там тоже, там был и то 95-й, и, судя по всему, там были Су-57, они там должны были находиться, как бы так называемого пятого поколения, потому что другая база, это Ахтуба, Ахтубинский комплекс, и вот этот вот Липецкий, где происходит освоение и обучение на самолетах Су-57. Самолеты оттуда не взлетели, нет никаких подтверждений взлета, значит, а если вот этот вот склад детонировал, а там за эти годы там скопилась куча всякой техники, куча горячих смазывательных материалов, мы еще узнаем много подробностей по поводу этого поражения. Сейчас еще... Я думаю, да, будет еще информация. Константин, у нас буквально минута-полторы остается времени, но есть еще один очень важный вопрос. Мы знаем, что в гражданской авиации проблема с импортозамещением из-за западных санкций. А как вот военная авиация обстоит дело с этим? То есть, как западные ограничения действуют на вооруженные, точнее, на воздушные силы Российской Федерации? Да мне на что действовать, понимаете, вот в чем проблема. Если, так просто отвечу, вот если F-35 в году производится 150 машин, то вот всех вот Су-34, Су-35 и производится 6-8 машин. Вот это такая небольшая разница. Если говорить о том, что происходит с дальней авиацией у россиян, они в 22-м году там три самолета Ту-160 перебрали, сказали, сделают из них там новую модернизацию. И вот они посадили туда Путина или что-то похожее на него. Подняли его на 4 тысячи метров, не выбросили, вернули на землю. И на этом все, история про Ту-160 модернизацию закончилась. А если говорить о их перспективном авиационном комплексе, как всегда пафосно, дальней авиации, посланец, то они все его переносят, переносят, переносят. Уже в результате перенесли его на больше, чем на 10 лет. Результата по-прежнему нет. Эскизный проект не утвержден. Но они говорят, что вот у нас такой посланник будет, что всех вас пошлет там куда-куда как можно подальше. Ну вот такая история про русскую авиацию. Ну таких, как говорил один известный политический деятель, вкратцах. Ну действительно, это свидетельствует о больших проблемах с военной авиацией, да и с гражданской в Российской Федерации. Константин, спасибо большое, что нашли время и дали экспертную оценку. Константин Криволап, авиационный эксперт, был с нами на связи. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами до вечера. Следующий выпуск проекта «Наше время» не пропустите в 21.00. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok